Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, просьба секретариат учесть. Коллеги, прежде чем мы начнем работу, давайте поздравим с днем рождения Млодского Владимира Николаевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокову Вячеславу Ивановичу. Коллеги, нам необходимо принять за основу проект порядка работы. Продолжение следует... Включите, пожалуйста, режим голосования. За основу. Принимается проект порядка работы. Далее мы с вами будем обсуждать его. Покажите результат. Принимается порядок работы. Уважаемые коллеги, давайте мы с вами обсудим порядок работы. Есть ли вопросы по порядку? Есть. Есть. Включите запись. Покажите список. Пожалуйста, Нилов Ярослав Евгеньевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, вот вопрос под номером 7. Это законопроект, который был принят, наверное, лет 8 назад в первом чтении. Во втором чтении спустя несколько лет он был принят. И только сегодня мы выходим на третье чтение. Большая просьба, тот, кто будет от комитета докладывать, чтобы пояснили, почему так долго не выносили на третье чтение данный законопроект и в связи с чем вынесли его сегодня. Седьмой у нас вопрос, да? Правильно? Седьмой, да? У нас Алексей Юрьевич выступает, русских. Вы об этом законе, проекте, да, Ярослав Евгеньевич? Про этот закон, проекте. Хорошо. Пожалуйста, Куринны Алексей Владимирович. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый депутат. Я прошу включить в очередной раз проект повестки дня. Проект постановления Государственной Думы номер 274-369-7, касающийся обращения к председателю правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих харфанными заболеваниями. Я напомню, что мы взяли некий тайм-аут небольшой на предыдущем заседании. К большому сожалению, со стороны правительства никаких конструктивных шагов в части решения проблемы на 2018 год сделано не было. Сегодняшняя цифра, реальная потребность в финансовых средствах 30 миллиардов рублей, регионы заложили 18 миллиардов рублей. 12 миллиардов – острейший дефицит, которыми регионы, к сожалению, сегодня не справятся. Все разговоры про то, что нам надо в очередной раз перелопатить регистр, который существует, в очередной раз написать бумажку на бумажку, на мой взгляд, сегодня не имеют никакого смысла в условиях, когда регионы просто не способны обеспечить жизненно необходимыми препаратами эту группу больных. Те гарантии, которые сегодня даются на уровне заместителя министра, они ничего не значат. Спасибо. Пожалуйста, Рыжак Николай Иванович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, с учётом беспрецедентно враждебной акции американской стороны в адрес нашей телекомпании «Арти», мне кажется, есть смысл продумать нам и принять соответствующий документ. С руководителем Комитета по информационной политике этот вопрос согласован. Более того, я обращаю наше внимание на то, что под номером 39, где-то внизу в подвалах, постоянно плавает законопроект о создании общественного совета по телевидению. Это та одна из мер, единственная, может быть, возможная пока сейчас для того, чтобы нам тоже выходить на комплекс ответных мер в отношении американской политики в области информационной безопасности. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Сапко, Игорь Вячеславович. Уважаемый Вячеслав Викторович, просьба по вопросу 24 в рамках доклада заменить депутата Диденко на депутата Сапко. Вопрос ещё раз повторяйте. 24 на Сапко, да? Да. Хорошо, спасибо. Итак, коллеги, предложение Нилова было адресовано докладчику. Я думаю, что докладчик услышал. Других там решений в этой связи не нужно принимать. Коллеги, согласимся с таким подходом? Нет, он хочет спрашивать, почему он долго лежал. Но это можно будет объяснить уже в ходе доклада, поэтому сейчас зачем нужно делать предложение Куренову включить в повестку проект постановления. Пожалуйста, выскажитесь, Дмитрий Анатольевич Морозов, председатель комитета. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, мы ещё раз вынуждены вернуться к обсуждению этого вопроса, я так понимаю, Алексей Владимирович. Хотя вчера состоялся комитет, на котором комитет не поддержал поправки, касающиеся этого вопроса, в том числе, которые представил коллега Куренной. Повторюсь, на сегодняшний день мы считаем подобное обращение, постановление преждевременно, исходя из следующих позиций. И вчера, ещё раз обращу ваше внимание, уважаемые коллеги, мы детально и много времени уделили обсуждению этого вопроса. Итак, первое. Это регистр, который необходимо рассмотреть с точки зрения формирования качественных федеральных регистров. Действительно, сегодня есть регистры, которые ведут пациентские организации, которые ведут субъекты, они требуют сведения, тем более в той части, которая касается возможного обсуждения федерального финансирования этой патологии. Это первое. Второе. Этот вопрос, и он действительно обсуждался на уровне министра здравоохранения, министра финансов Российской Федерации, сегодня находится в проработке ведущих специалистов, главных нештатных специалистов, в том числе по генетике и в лечении редких жизнеугрожающих орфанных заболеваний. Третье. Требует осмысления, отработки, вопрос предельно допустимых цен на лекарственные препараты и возможности импортозамещения, в том числе, и удешевления этого продукта. Следующее. Требует разработки, ведётся исследование механизмов финансирования не только централизации, но и субсидирования субъектов Российской Федерации. Исходя из всего этого, а также договорённости на уровне Министерства здравоохранения, финансов и правительства, мы считаем, необходимо продолжить системную работу. Сейчас утверждается состав экспертного совета при комитете, и только шаг за шагом мы будем выходить на решение этой, конечно, актуальной проблемы. Поэтому считаем это преждевременным. Уважаемые коллеги, мы с вами работу свою строим на основе регламента. Сейчас начнётся полемика. По регламенту мы должны поставить, если настаивает наш коллега Куриной на голосовании, его предложение. Вы настаиваете на голосовании? Ставится на голосование предложение нашего коллеги Куринова, включение в повестку рассмотрения сегодняшнего заседания, проекта постановления, номер наш коллега назвал. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется предложение коллеги Куриновым. Пожалуйста, предложение прозвучало от Сапко по 24-му вопросу докладчика заменить на Сапко. Нет возражений? Нет. Нет возражений. Коллеги, принимается предложение. И по предложению, высказанному Николаю Ивановичем Рыжаком, если вы не возражаете, коллеги, мы после принятия порядка работы в целом, давайте обменяемся. Это важный вопрос, и он требует обмена мнениями. Итак, ставится на голосование порядок работы Государственной Думы в целом с учётом принятых дополнений и замечаний. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Принимается порядок работы на сегодняшний день. Коллеги, ещё раз обращаю внимание на вопрос, который поднял наш товарищ Рыжак Николай Иванович в отношении того беспрецедентного давления, которое оказывается на российские СМИ, работающие в Соединённых Штатах Америки. Речь идёт в первую очередь о канале «Раш Тудэй Америка», который власти Соединённых Штатов Америки обязали до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это безосновательно. Ни одной конкретной претензии не предъявлено каналу. Кстати, такое же давление оказывается на российское агентство «Спутник», и оно тоже ничем не обосновано. Это неприкрытое давление властей США, которое оказывается на российские СМИ распространилось и на интернет-платформы и социальные сети, тем самым не позволяя нашим СМИ развиваться и увеличивать аудиторию. Поэтому вопрос очень серьёзный. Он действительно нами должен быть всесторонне изучен, и мы должны принять решение. Вы знаете, что на территории России действуют десятки американских СМИ, американские онлайн-платформы, которые, и мы об этом уже говорили, и вопросы изучались в рамках Комитета по информационной политике, вмешиваются в наши внутренние дела. При этом эти каналы финансируются прямо или косвенно правительством Соединённых Штатов Америки. Сегодня нам необходимо и будет правильно определиться с теми мерами, которые мы должны принять на территории нашей страны, позволяющие защитить наше информационное пространство от вмешательства, от давления. Мы не шли на эти шаги, считали, что свобода слова – это важное завоевание, и мы придерживались этого правила по отношению ко всем средствам массовой информации. Вы знаете, что наш закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ. Закон Соединённых Штатов Америки планирует распространить в отношении Rush Today Америка и агентства «Спутник». В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну, от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России. Ещё раз подчеркну, мы не шли на это, хотя все действия именно американских СМИ говорят о том, что их политика и позиция абсолютно недружественная, и вмешательство это просто неприкрытое. Но так как на территории Соединённых Штатов Америки такие решения в отношении наших каналов принимаются, будет правильно и нам ответить на эти действия. Если коллеги поддержите, давайте попросим эту работу поручить Толстому Петру Олеговичу, чтобы он координировал в том числе эту работу, подключив к ней наш комитет по информационной политике, комитет по законодательству, комитет по безопасности. И, коллеги, предлагаю сегодня с 12 до 13 сделать перерыв в работе Государственной Думы с тем, чтобы мы могли бы с руководителями фракции политических Государственной Думы этот вопрос обсудить. О шагах, о решениях, о том, что мы в этой ситуации должны сделать для того, чтобы не допустить с одной стороны посягать на основополагающие права и свободы граждан во всём мире, потому что то, что сегодня делают власти Соединённых Штатов Америки, это посягать у нас на основополагающие права граждан на свободу слова. При этом, как вы понимаете, Соединённые Штаты Америки говорят очень красиво про свободу слова в отношении других стран. На территории своей страны они действуют безапелляционно, не подкрепляя никакими аргументами, выносят решения в отношении СМИ, не спрашивая, не ведя диалог, но в отношении своих средств массовой информации, которые по всему миру ведут зачастую агрессивную и недружественную политику в отношении стран считают, что никакие ограничения недопустимы. Поэтому нам, коллеги, нужно дать симметричный, зеркальный ответ. Если вы не возражаете, давайте сделаем перерыв с 12 до 13.00 и посоветуемся с нашими руководителями фракции и представителями профильных комитетов. Вот с учётом этого, если, коллеги, не будет возражений, давайте мы с вами скорректируем свой порядок работы на сегодняшний день. Нет возражений? Нет. Но учитывая, что мы меняем порядок работы, ставится на голосование данное предложение об объявлении перерыва с 12 до 13.00. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Решение принимается. Уважаемые коллеги, переходим к поведению. У нас, пожалуйста, вначале записался Коломейцев Николай Васильевич, просто вновь записывался, поэтому по порядку. Пожалуйста, Николай Васильевич Коломейцев. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, мне кажется, нетактичным в отношении Куриного в пятый раз откладывать постановление. Если у комитета есть позиция его не принимать, он её высказывает, голосует и отвергает. Но вы же правильную политику ведёте по расчистке, диалоги, конюшки, непрошедших или устаревших законов. Закон внесён два месяца назад. То есть постановление внесено два месяца назад. Всё прошло. Совет Думы поставил на заседание Думы. Комитет взял неделю. Уже после этой недели два месяца прошло. И опять мы её не ставим повестку. Ну, мне кажется, это как минимум не тактично, а если по сути, то издевательство. Почему? Вопрос не решён, и повестку дня не ставится, и, в общем-то, мне кажется, неправильно так делать. Я бы предложил всё-таки вернуться к этому вопросу и на очередное заседание его поставить. Пока ещё идёт рассмотрение бюджета. Спасибо. Николай Васильевич, Вы знаете, что комитет ведёт диалог с правительством Российской Федерации, и мы только что вчера с Вами обсуждали о необходимости актуализировать повестку в рамках правительственного часа именно по вопросам здравоохранения. А с этой темой у нас буквально на следующей неделе выступит министр здравоохранения. Мы могли бы эту тему с Вами обсудить. Поэтому, коллеги, сейчас получается, мы копию ломаем просто как бы не в решении вопроса, а по форме его. Давайте мы дождёмся. У нас на следующей неделе будет, Вероника Игоревна, да? Да. На следующей неделе. Мы с Вами обсуждали. В декабре. В декабре, да? В декабре. Ну, давайте мы этот вопрос вынесем на обсуждение с министром и данный вопрос адресуем. Вы как раз актуализировали там тему. Мы тему актуализировали, причём Вы поддержали актуализацию темы, что нам не нужно будет за 16-й год делать доклад. Мы этот доклад могли бы посмотреть и предложили министру, чтобы он был разослан депутатом. А слушание было актуальной повестке, посвящено проблемам, задачам и методам их решения. Так как вопрос был поднят в праве фракции сейчас этот вопрос формализовать и отправить министру, мы с Вами получим ответ уже ведомства на тот вопрос, который наш коллега поднял. Что касается комитета, обращаю внимание, что необходимо более активно подключиться к изучению этой темы. она действительно важная, актуальная, и нам нужно этот диалог вести. Коллеги, он в том числе включает в себя и вопросы межбюджетных отношений, так как мы их будем корректировать в течение ближайшего месяца. Возможно, вот тот разрыв, о котором Вы говорите, он уменьшится, и мы с Вами найдём дополнительное решение. Пожалуйста, Николай Михайлович Харитонов. Уважаемые славянцы, уважаемые коллеги, то, о чём мы говорили в начале, там зеркальное отражение действий, американцы накалили ситуацию меж странами до предела по всем направлениям. И мне кажется, предельно объективно было бы, если бы Государственная Дума заявила или предложение бы сделало руководство страны, разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для пролёта, то, что летает и улетает Соединённых Штатов Америки, заняться своей мобилизационной экономикой, а для этого сделать ревизию всех финансов, которые у нас на самом деле есть, они расшаркиваются в очередной раз. Никакие постановления, зеркальное отражение не найдут. Они обнаглели. Янки трусливые. И нам необходимо делать это заявление хотя бы от Государственной Думы. Поверьте мне, необходимо этот шаг сделать. Разорвать дипломатические отношения, если мы сильные и суверенные. И закрыть небо для пролёта самолётов. Николай Михайлович, вы поднимаете вопросы очень важные. По-видимому, вам надо встретиться с Маккейном и посмотреть друг на друга. А потом вдвоём выступить сначала в Конгрессе США, а затем можно было бы выступить и у нас. Но вместе. Поэтому, коллеги, в этом как раз и заключается, наверное, смысл многопартийности. И в том числе возможности высказывать свою точку зрения, причём разную точку зрения. Потому что на основе как раз состязательности и высказывания разных точек зрения мы с вами выходим на принятие решений сбалансированных, правильных. Поэтому, Николай Михайлович, давайте проведём консультации с фракциями. Как раз после 13.00 будет возможность от каждой фракции выступить. И, возможно, это будет темой выступления вашей фракции. Пожалуйста, Вадим Вольфович, Жириновский, поведение. Мы, мне кажется, уходим от действия норм регламента. Позицию, которую высказывает депутат, должны высказывать от имени фракции. Если поступает предложение разрывать дипломатические отношения, это означает следующий шаг объявить войну. Тогда могут предложить депутатам фракции КПРФ пойти в военкоматы и следовать куда-то, к линии фронта, так сказать. Ну, это же глобальные вопросы. Ну, как можно в Думе ни с того ни с сего вдруг, из-за того, что там какие-то проблемы связаны с прессой, значит, вот, ставить вопрос, так сказать. Израиль напал на арабские страны. Тогда ещё тоже было неправильное решение принятое. Но потом только что объявили, что с 12 до часа будут обсуждаться вопросы. Потом есть политические 10-минутки. Ну, вот и 10 минут используйте для этого. Мы должны дальше работать по регламенту. У нас вот седьмой пункт с девятого года обсуждаем. Потому что каждый раз есть желающие, чтобы попиариться. Сейчас все эспоненты побегут к Аритонову. Какой молодец Николай Михайлович. Наконец-то Россия займёт жёсткую позицию. Ну, так можно разъём. Но во время войны ни с кем не займёт. Спасибо, Владимир Вольфович. Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению второго вопроса проекта постановления Государственной Думы. О проекте постановления Государственной Думы об информации министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации. Тема ликвидации последствий стихийных бедствий Пучкова, Владимира Андреевича. О развитии системы гражданской обороны, защиты населения и территории и обеспечении пожарной безопасности в современных условиях. Пожалуйста, Нас Абдулыч Валеев. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, 20 сентября 2017 года в рамках правительственного часа мы заслушали информацию министра Российской Федерации Владимира Андреевича Пучкова. И в соответствии со статьей 41 регламента Государственной Думы комитетом по безопасности и противодействию коррупции с учетом предложения прозвучавших в ходе обсуждений и с учетом предложения всех комитетов Государственной Думы был подготовлен проект постановления Государственной Думы. Окончательный текст проекта согласован со всеми комитетами. В представленном проекте постановления предлагается одобрить деятельность МЧС по совершенству системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, поддержать реализуемый МЧС России курс на повышение эффективности деятельности в органах управления сил и средств в единых государственной системе, предупреждение о ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, несмотря на общую положительную оценку, в проекте постановления отмечается необходимость совершенствования работы комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности в субъектах Российской Федерации. Обращается внимание на ряд недостатков, допущенных при реализации государственной программы Российской Федерации, защиты населения и территории. В этой связи проект постановления предусматривает ряд рекомендаций правительству Российской Федерации. В частности, предлагается учесть замещание и предложение Государственной Думы и Счетной Палаты при корректировке и реализации соответствующих государственных программ, повысить эффективность использования средств федерального бюджета, выделяемых в рамках государственных программ на совершенность системы гражданской обороны и защиты населения, повысить эффективность реализации мер пожарной безопасности в лесах и координации деятельности сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров. Кроме этого, как необходимые условия эффективности деятельности, предлагается последовательно совершенствовать законодательству, указываются конкретные направления, по которым должно идти совершенствование правового регулирования. Соответствующие рекомендации в проекте постановления изложены. Также содержится ряд рекомендаций МЧС России по совершенствованию нормативно-правовых актов в области предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах ведения горных работ. Несомненно, такая работа должна проводиться при участии профильных ведомств. И с учетом сказанного в проект постановления мы заложили поручение Комитету Государственному по безопасности противодействия коррупции совместно с МЧС России дополнительно изучить вопросы обеспечения безопасности собственников, пользователей и помещений в многоквартирных домах при использовании ими газового оборудования. В рамках данного поручения Комитетом проводится работа по подготовке выездного расширенного заседания Комитета совместно с МЧС России по теме обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое пройдет в Национальном центре управления кризисных ситуаций МЧС России. Предполагается, что в ее работе примут участие представители профильных комитетов Государственной Думы Совета Федерации, министерств ведомств и руководители правоохранительных органов. Прошу поддержать проект постановления Государственной Думы. Спасибо. Покажите, Песк. Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Эрнест Абдулович, при всем уважении к комитету, при всем уважении к министерству по чрезвычайным ситуациям, которое в том числе и сейчас занимается спасением жизней в Ижевске, я считаю, что, конечно, нужно в очередной раз принести соболезнования погибшим, пострадавшим, помочь должным образом, ну и пройти сегодня без обсуждения, вот как раз по теме принимаемого нами постановления, очередную трагедию, я считаю, недопустимо. И вот, еще раз говорю, да, постановление многостраничное, 8. Я сейчас не буду останавливаться на всех пунктах, уважаемые коллеги, Вячеслав Викторович, вас я тоже попрошу обратить внимание на этот проект постановления. Насколько я понимаю, вы курируете этот комитет. Значит, более, так скажем, водянистого постановления еще не было. Да, мы только начинаем, да, мы действительно эту практику вели, это большое дело, но вода нужна, да, при тушении пожаров. При принятии постановления нужны конкретные пункты, уважаемые коллеги. А здесь поддержать курс, значит, одобрить предложение, согласиться с замечаниями счетной палаты. Вот такие пункты. Углубить, расширить, изучить. Вот о чем говорят все 8 страниц. И по 10 пункту, где говорится, да, вы процитировали правильно, представляете, комитету мы поручаем вместе с МЧС, значит, изучить, да, продолжить изучать ситуацию с вот этой опасностью катастрофической в домах газифицированных. Вы понимаете, коллеги, о чем это мы говорим? Сколько можно изучать? Поэтому мое предложение решить вопрос об обеспечении безопасности. Что вы будете изучать? Потому что, конечно, всем понятно, что невозможно использовать в безопасном варианте, значит, многоквартирные дома, газифицированные по проектам, не знаю, там, 50-летней давности. Там напрочь отсутствует система безопасности. Невозможно гарантировать то, что либо дети, либо, извините, уже люди преклонного возраста рано или поздно оставят газовую конфорку открытой. Где система сигнализации? Где система вывода этих газов? А жить вот на такой пороховой бочке невозможно. Добавьте, пожалуйста, еще три минуты. Добавьте, пожалуйста. Что предлагаем мы? Вот он законопроект, уважаемые коллеги. Я предлагаю сегодня, ну хотя бы не продолжать изучать эту ситуацию, да, а принять политическое решение. В чем суть этого решения? Прекратить, да, допустим, со следующего года, с какого-то периода обозначить его введение в строй нового жилья с использованием вот газа в виде газовых колонок, в виде газовых плит. Вот такое политическое решение от нас ждут люди, которые хотят жить в безопасности. Прекратить после капитального ремонта использование газовых вот этих плит и конфорок. Заменять на электрические. Вот это политическое решение ждет от нас огромное количество людей. Вы понимаете, какому стрессу подвергаются люди, которые живут в таких домах с газовыми плитками и конфорками? Потому что кто-то не закрыл, кто-то упустил, весь дом взрывается. Поэтому я вот этот закон и в комитет в очередной раз и, Вячеслав Викторович, вам передаю, где говорится о том, что постепенно, через, не знаю, там 10-20 лет, но в России должен быть положен конец использованию газа в качестве источника для газовых плит и газовых горелок, всяческим образом, значит, которые попадают в дома многоквартирные, еще раз подчеркиваю. Ну а на будущее, конечно, я, уважаемые коллеги из Комитета по безопасности, прошу вас, особенно вот вы сейчас будете готовить следующее постановление по МВД, ну давайте не радовать наше министерство тем, что не задавать им задания на дом. Вы поблагодарили, поддержали, одобрили и все, и через два года они придут, а здесь в этом постановлении нет задач конкретных, вы их не поставили. О чем вы их будете спрашивать? Поэтому вот такое критическое выступление, извините, да, Василий Иванович, мне друг, но истина дороже. Спасибо. Пожалуйста, полномочный председатель президента нет, правительства нет, заключительное слово, Эрнесс Абдулович нет. Ставится на голосование второй вопрос нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы об информации министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Андреевича Пучкова, развития системы гражданской обороны, защиты населения и территории и обеспечения пожарной безопасности в современных условиях. Просьба включить режим голосования. Продолжение следует... Покажите результат. Принимается постановление Государственной Думы. Всё, о чём говорил докладчик, коллеги, давайте мы учтём, и, понятно, это новая форма принятия постановления по итогам заслушивания информации. Конечно, там должны быть конкретные предложения, а если у нас всё это в общем, лучше не принимать. У нас такая возможность тоже есть, поэтому с вами согласен. Коллеги, переходим к третьему вопросу. Блок законопроектов рассматриваем в третьем чтении о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 251 и 270, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. В части уточнение перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации. Доклад Дмитрия Васильевича Юркова. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен для принятия к третьему чтению, и замечаний к нему не поступило. Просьба поддержать. Спасибо. Пожалуйста, желающие по мотивам от фракции. Нет. Нет. Ставится на голосование третий вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статье 251 и 270, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно. Четвертый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 146 и 170, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Доклад Александра Алексеевича Носова. Пожалуйста, Александр Алексеевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, данный законопроект был принят в Государственной Думе во втором чтении 8 ноября текущего года. Замечаний лингвистического и юридико-технического характера не имеется. Комитет по бюджету и налогам рекомендует принять в Государственной Думе законопроект третьим чтением. Спасибо. По мотивам от фракции, коллеги, есть желающие? Нет. Нет. Ставится на голосование четвертый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 146 и 170, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон приняты единогласно. Поздравляю, коллеги. Пятый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации. Доклад Сергея Алексеевича Вострецова. И дальше расскажите. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен третьим чтением, замечаний к законопроекту не поступило. Просьба принять третьим чтением. Желающие по мотивам от фракции. Есть желающие? Нет. Ставится на голосование пятый вопрос о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скажите результат. Федеральный закон принят. Переходим к шестому вопросу нашей повестки. Проект федерального закона, внесение изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Доклад Алексея Юрьевича Русских. Алексей Юрьевич, было обращение Ярослава Евгеньевича Нилова. Это было по седьмому. Это по седьмому. Но вы готовьтесь уже тогда к седьмому, чтобы пояснить, пожалуйста, по шестому докладу. Хорошо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, данный законопроект предусматривает возможность использования проектной документации повторного применения, разработанной и утвержденной государством в членах Европейского Союза и других иностранных государствах. Законопроект был принят в Государственной Думе во втором чтении 22 ноября 2011 года. Это под конец Пятой Думы. За указанный период значительным образом изменились требования как к самой проектной документации, так и к порядку проведения ее экспертизы. Эти изменения законопроектом не учитываются и во многом утратили свою актуальность. В заключении правового управления также указано, что законопроект подготовлен к третьему чтению без учета изменений, ввесенных в законы с ноября 2011 года. В этой связи Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендует Думе не принимать законопроект и на основании части 3 статьи 125 регламента Государственной Думы отклонить его к рассмотрению к третьему чтению. Коллеги, по мотивам к шестому вопросу, желающие есть выступить? Нет. Ставится на голосование шестой вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение мнений в Городостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации. Профильный комитет просит не поддерживать данные законопроекта. Включите режим голосования. Продолжение следует... Скажите результат. Не принимается. Не принимается законопроект. Переходим к седьмому вопросу нашей повестки о проекте федерального закона, внесение мнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Алексей Юрьевич Русских. С учётом просьбы, которая была высказана. Я понял. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Законопроект принят Государственной Думой во втором чтении 22 ноября 2011 года. За это время законодательные акты, в которые законопроектам предлагается вносить изменения, существенным образом изменились. Многие статьи изложены в новой редакции, многие призваны утратившими силу. С 1 января 2017 года действует Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Указанные изменения законопроектам не учитываются и во многом утратили свою актуальность. В заключении правового управления также указано, что законопроект подготовлен к третьему чтению без учёта изменений, внесённых в законы с ноября 2011 года. В этой связи Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендует Думе не принимать законопроект и на основании части 3 ст. 125 регламента Государственной Думы отклонить его при рассмотрении в третьем чтении. Почему затянулось рассмотрение этого, подготовка законопроекта, объясняю. При принятии в первом чтении были в ГПУ высказаны определённые концептуальные замечания. Они не были учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. 22 ноября 2011 года Дума его во втором чтении приняла. Дальше Комитет выносил его на принятие в третьем чтении на Совете Государственной Думы по просьбе ГПУ президента законопроект был снесён с повестки. Вот такая ситуация. Коллеги, желаю ещё выступить по мотивам. Есть, включите запись. Скажите, пожалуйста. Писок. Пожалуйста, Жириновский, Владимир Вольфович. Спасибо. Ну, нужно вернуться снова к вопросу всё-таки с задержкой и с осмотрением. Получается, три созыва Думы рассматривают этот проект закона. Первое чтение – девятый год, это, видимо, пятый созыв был. Второе чтение – одиннадцатый. И через шесть лет – третий. Итак, я не понял, к отклонению всё-таки или к принятию? К отклонению. И мы сталкиваемся с тем, что происходят аварии. И проблема в том, что всё-таки нет чётких требований, связанных с проектной документацией. Раньше по всей стране и едешь, и везде написано «проектный институт», «проектный институт». Сейчас где они, все эти проектные институты? Их тоже, наверное, реорганизовали так, что трудно понять, насколько они близки к этой работе. Значит, запоздание с проектной документацией. Дальше там инженерные изыскания тоже. Кто это всё должен делать и своевременно представлять? То есть не хватает здесь контроля? Я бы что предложил? В прокуратуре одно время действовало правило, что если жалоба поступила от заключённого, то на это дело ставился штамп «Аристантская». И все работники прокуратуры знали, в первую очередь рассматривать, потому что человек сидит в тюрьме, в заключении. Кто на свободе, всё-таки подождут. Так и здесь. Может быть, те проекты законов, которые связаны с безопасностью зданий, это наиболее важный вопрос. Безопасность на дорогах, она тоже важна. Но человек не всегда находится на транспорте. А вот домой он возвращается каждый день. Практически все граждане, вся страна находится в зданиях, в жилых или на работе, все находятся в рабочих помещениях. Здесь тоже на проекте закона, может быть, нам ставить закон, ставить штамп «Безопасность». Чтобы рассматривали в первую очередь не 7 лет, как вот сейчас мысли, с 2009 года по 2017, получается, даже 8 лет. И опять к отклонению. Кто не дорабатывает? Наши юристы или в других инстанциях? Конечно, не хватает инженерной мысли. У нас инженер-строитель всё ещё, как говорится, совсем в загоне. Самая главная должна быть профессия и профессия в стране. Кто строит, кто эксплуатирует. Теперь по газу. Тоже проблема возникает по газу. Считают специалисты, что выше пятого этажа газификация опасна. Но тогда нужно останавливать строительство. Это тоже, наверное, недопустимо. И окна в домах, где газовое снабжение, значит, должны быть в основном деревянные для быстрого, быстрой продувки и смены воздуха. Пластиковые окна не позволяют этого, поэтому происходит взрыв. Всё это нужно увязать в единое целое. Но, в принципе, это газ всё-таки самое дешёвое топливо, самое экологически чистое. Весь мир... Спасибо. Пожалуйста, Федяев Павел Михайлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, как сказал уже представитель комитета, данный законопроект сильно устарел. В чём была его суть? Конечно, в рамках него предусматривались изменения некоторых терминов, они уже тоже с тех пор неактуальны. Также подразумевалось введение дополнительного регулирования стадии сноса и демонтажа объектов. Эти вопросы также уже во многом урегулированы действующим законодательством и изменениями в градостроительный кодекс, которые были раньше внесены. Поэтому законопроект является неактуальным, фракция «Единая Россия» будет голосовать против. Спасибо. Пожалуйста, поведение, Иванов Сергей Владимирович. Вячеслав Викторович, спасибо. Что касается данной ситуации, я прошу вас взять на личный контроль. Дело в том, что в соответствии с нашим регламентом такой бардак вполне возможен. Дело в том, что законопроект второго чтения и поправки к нему могут приниматься не менее 15 дней, не более 30. Потом комитет сколько угодно может продлять срок внесения этих поправок. А в соответствии с статьей 124 у нас законопроект, подготовленный к третьему чтению, вообще бессрочно может лежать в Государственной Думе. Именно поэтому в соответствии с полным соответствием с нашим регламентом вот такая ситуация и происходит. Более того, законопроект, принятый в первом чтении, будет лежать сколько угодно, как я уже сказал, по этой ситуации. И он мешает внесению законопроектов на эту тему, поскольку по нашему регламенту рассмотрение законопроектов по подобной тематике не допускается. Если вы дадите поручение профильному комитету, то эту ситуацию надо исправить как можно быстрее. Спасибо. Уважаемые коллеги, нет возражений, если мы дадим профильному комитету изучить эту ситуацию, учитывая, что аргументы, приведенные, они заслуживают того. Нет возражений. Тогда профильному комитету просьба изучить и дальше вынести на обсуждение Совета Государственной Думы. Пожалуйста, поведение Жириновский, Владимир Вольфович. У меня просто товарищеский совет, представитель Единой России, сказал, что они будут голосовать против. То есть вы поддерживаете закон. Если закон к отклонению, а вы против, то он должен быть принят. Если вы за отклонение его, то вы должны голосовать за. Да, ваше положительное голосование будет означать, что закон будет отклонен. Просто на все оставшееся время депутатской деятельности я хочу вам подсказать, что закон к отклонению, надо голосовать за, тогда он отклоняется. А вы говорите, что будет голос против. Мы с удовольствием подлежим, ваше против, тогда закон должен быть принят. Пожалуйста, Исаев Андрей Константинович, поведение. Уважаемый Владимир Вольфович, здесь разная ситуация со вторым и с третьим чтением. Вот когда законопроект возвращается ко второму чтению, тогда действительно надо голосовать за отклонение. Сейчас законопроект рассматривается в третьем чтении, поэтому председатель ставит в обычном порядке, кто за данный законопроект. И для того, чтобы его отклонить, как это предлагает профильный комитет, надо либо не голосовать, либо голосовать против. Это разная ситуация второго и третьего чтения. Спасибо. Коллеги, ставится на голосование седьмой вопрос нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с принятием федерального закона технический регламент о безопасности здания и сооружения. Комитет не поддерживает данный законопроект. Включите режим голосования. Включите результат. Не принимается законопроект. Уважаемые коллеги, переходим к блоку ратификации международных договоров Российской Федерации. Восьмой вопрос о проекте федерального закона о ратификации протокола номер 2 к соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о предоставлении правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Доклад официального представителя правительства Российской Федерации, заместителя министра финансов Российской Федерации Сергея Анатольевича Старчака. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, в соответствии с условиями протокола, о котором только что сейчас было сказано, пересматриваются условия возврата кредита предоставленного Российской Федерации Республики Абхазия в 2010 году. Новые условия предполагают, что период возврата кредита или период погашения задолженности по этому кредиту увеличивается на 6 лет и будет осуществляться с 2023 года по 2029 год включительно. Уменьшаются ежегодные платежи Республики, приходящиеся на пиковые периоды возврата кредита, а именно на 2017-2021 годы. Эти платежи уменьшаются существенно в 2,5 раза. Кроме того, условиям протокола предусматривалась выплата Республикой штрафных процентов за просрочку платежей в сумме более 2 миллионов рублей. Соответствующие действия осуществлены, средства поступили на счет Федерального казначейства в Центральном банке. Несколько слов о причинах, в силу которых пришлось пересмотреть условия того кредита, который был предоставлен Республике, как я сказал, в 2010 году. Работая над проектом, мы учли два обстоятельства. Первое, наиболее существенное обстоятельство, было связано с тем, что экономический эффект от введения в эксплуатацию абсхазской части железной дороги оказался существенно ниже, чем предполагалось инициаторами проекта, это Минтранс Российской Федерации, РЖД и, естественно, заемщик. Инертные материалы, которые стали поступать в Сочи в рамках строительства олимпийских объектов, стали завозиться другими способами, которые строители посчитали наиболее экономически целесообразными. Вторая причина, я частично о ней уже сказал, выход на пиковые нагрузки для национального бюджета Республики, в сроки 2016-2021 годы. Для примера скажу, что если до пиковых платежей нагрузка составляла 2% от доходной части республиканского бюджета, то после наступления графиковых платежей она увеличилась почти в три раза. Условия реструктуризации не предусматривают списание задолженности, и это одна из особенностей данного соглашения. При его разработке были учтены поручения президента Российской Федерации, связанные с неоднократными обращениями президента Абхазии к правительству и президенту Российской Федерации. В соответствии со статьей 5 этого протокола он временно применялся, и в настоящее время просроченных платежей Республики перед бюджетом Российской Федерации не имеется. Протокол предусматривает изменение условий погашения ранее предоставленного кредита, который утверждался в составе Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год. В этой связи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации он подлежит ратификации. Проект закона не противоречит положениям договора в Евразийском экономическом союзе. Просим поддержать. Спасибо. Пожалуйста, садоклад Константин Федорович Затулина. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, Комитет по делам СНГ и Евразийской интеграции связям с соотечественниками выносит на Ваше обсуждение положительное решение о ратификации протокола номер 2 к соглашению о кредите, подписанному между Россией и Республикой Абхазии в 2010 году. В самом деле, только что уважаемый представитель правительства президента при ратификации этого документа сказал о том, что деньги в сумме 2 миллиарда рублей были в течение 2010-2013 годов затрачены на ремонт и обновление абхазского участка за Кавказской железной дороги. Как вы знаете, эта железная дорога эксплуатируется только на территории Абхазии и России, и дальше грузы и пассажиропотоки просто не двигаются, поскольку грузинская сторона перекрыла движение по этой дороге, оно не возобновлено. На самом деле, конечно, для нас восстановление сообщения по Закавказской железной дороге имеет важное очень значение, и не только для нас. Я уверен, что и для Грузии, и для Армении в особенности, которая привыкла пользоваться этой дорогой, нашего союзника на Кавказе, очень важно, чтобы это движение наконец-то началось. Но этому мешают известные политические причины, а именно отсутствие понимания в Грузии утраты Абхазии и того, что Абхазия сегодня признана Российской Федерацией в качестве самостоятельного независимого государства. Я уверен, что если в будущем движение восстановится, то это принесет выгоду на самом деле, хотя бы на первом этапе, если восстановятся грузовые перевозки. А теперь то, что касается существа этого соглашения. Конечно же, вот на 2017-2019 год выпадают пиковые платежи Абхазии по этому кредиту. Абхазия заплатила уже 538, если я не ошибаюсь, миллионов рублей, осталось 1,7 млрд, и платежи ежегодные в этот период должны составлять примерно 300 млн ежегодно. Абхазия не может выдержать таких платежей, не нарушая своих обязательств перед населением, социальных обязательств, пенсии и всего остального. И она поэтому обратилась к нам с просьбой о том, чтобы время погашения этого кредита было продлено. Этим протоколом это и предлагается. На 6 лет продлить погашение кредита до 2029 года и таким образом увеличить, кстати говоря, сумму финальных платежей на 200 млн. Но сделать ежегодные платежи Абхазии посильными для бюджета этого государства, которое, как вы знаете, до сих пор признано очень немногими странами и на самом деле пользуется покровительством Российской Федерации не только в экономической сфере, но прежде всего в сфере безопасности и обороны. С тем, чтобы не возобновлялся вновь кровопролитный конфликт на ближайшем расстоянии от нашей государственной границы. Комитеты соисполнителей, в частности, Комитет по финансовому рынку, Комитет по экономической политике, Комитет Совета Федерации по международным делам прислали нам свои положительные отзывы на ратификацию этого документа. И мы просим уважаемых депутатов Государственной Думы принять это решение, которое, несомненно, способствует дальнейшему развитию отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Спасибо. Спасибо, Константин Федорович. Пожалуйста, коллеги, вопросы докладчику, судокладчику есть? Включите запись. Пожалуйста, Шпиров Павел Валентинович. У меня вопрос к представителю правительства. Мы прекрасно понимаем ситуацию, которая сейчас сложилась с железной дорогой. Понятно, что с южной стороны она закрыта, но, в принципе, мы же понимаем, что можно сделать что-то для того, чтобы ее загрузить хотя бы с российской стороны. Тогда возникает вопрос, а что делают заинтересованные стороны для того, чтобы обеспечить данную загрузку? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо за этот вопрос. Мы в контакте с российским эксплуатантом этой дороги, РАО, вернее, Акционерного общества РЖД. На сегодняшний день они работают над тем, чтобы увеличить скорость движения на этом участке. Это одна из существенных проблем, с которой они столкнулись на этапе введения в эксплуатацию. Второе направление, по которому пытаются работать наши железнодорожники, это восстановление электропоездов для населения, соединяющих Абхазию и Сочи. К сожалению, по оценке эксплуатанта, возможностей спроса на транспортные услуги, связанные с железной дорогой, немного. Отсюда и отсутствие реальных перспектив перезапуска движения в ближайшие 2-3 года. Но, как говорится, время лечит, и постепенное восстановление, мы надеемся, отношений с соседней республикой даст возможность перезагрузить эту линию. Спасибо. Я бы хотел добавить к тому, что сказано. Уважаемые коллеги, вы должны принять во внимание следующее. Мы в свое время профинансировали реконструкцию этой дороги, в том числе для того, чтобы строить олимпийские объекты. Но затем мы же, наши подрядные организации, отказались от закупки щебня у абхазской стороны. Между прочим, ради того, чтобы, насколько я понимаю, закупать по монопольно более высокой цене. Мы сами себе залезли в карман, вместо того, чтобы покупать дешевый абхазский щебень, покупали более дорогой. Но это не предмет сейчас обсуждения. Электричка ходит по абхазской территории, но она, к сожалению, очень медленно ходит. И стоит 2 часа или 3 часа на границе у нас при досмотре этой электрички на государственной границе на реке Псово. И, конечно, эта проблема существует. Но я уверен, что и Министерство иностранных дел, которое ведет консультации с грузинской стороной, должно активизировать поиск компромисса с Грузией, потому что Грузия сама страдает от отсутствия движения по этой дороге. Но, к сожалению, политические причины, прежде всего покровители Грузии, не дают ей возможности снять это препятствие, потому что они не заинтересованы в наличии коридора Север-Юг, а заинтересованы совсем в других коридорах, которые обходят Российскую Федерацию. Пожалуйста, Альшевских, Андрей Геннадьевич. Спасибо. Сергей Анатольевич, бесспорно, помогать надо. Скажите, пожалуйста, помимо того кредита, который мы предоставляли на восстановление железной дороги, в 2015 году наши железнодорожные войска в рамках гуманитарной помощи, то есть безвозмездно, привлекались на восстановление железной дороги в Абхазии. Скажите, пожалуйста, у нас планируются еще такие акции и мероприятия в рамках гуманитарной помощи повлекать наши железнодорожные войска для восстановления железной дороги, помимо того кредита, который мы дали? Спасибо за вопрос. У меня такой информации нет. По мере, конечно, поступления запросов от МЧС мы такие вещи решаем. Гуманитарные грузы отправляются, впоследствии мы компенсируем расходы МЧС за счет средств федерального бюджета. Спасибо. Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич. Вячеслав Викторович, Сергей Анатольевич, вообще вот я считаю, что неплохо бы при рассмотрении вопросов о кредитах иностранным государствам иметь возможность задавать вопросы представителям этих самых иностранных государств, правительствам, представителям правительства этих стран. Почему? Вот сейчас я бы задал вопрос, а все ли делается правительством Абхазии для того, чтобы не только своим гражданам сохранить социальные гарантии, но и выполнить обязательства перед российским бизнесом? Может быть, по этой причине денег в том числе не хватает в бюджете, потому что есть многочисленные обращения от российского бизнеса в Абхазии, который там не получает должной поддержки, это мягко говоря. Поэтому у меня вот такое предложение, уважаемые коллеги, в том числе и смотреть на интересы российских граждан и российского бизнеса в Абхазии при рассмотрении подобных вопросов. Спасибо. Вопросов не было, пожеланий было. Это всего, скорее всего, пожелания. Пожалуйста, по ведению Станкевича Игоря Валентиновича. Ошибка. Ошибка. Коллеги, учитывая, что у нас с вами на 11.00, вы знаете, на фиксированное время стоит, и мы приняли такое решение, 21 вопрос, нет ли возражения, если мы завершим обсуждение ратификации с тем, чтобы докладчик дальше продолжил работу, ну и мы с вами не подвешивали законопроект, нет возражений? Нет. Кто хотел бы выступить? Есть. Включите запись. Покажите список. Жириновский, Владимир Вольфович. Спасибо. Мне продлевать не надо время, и другим не рекомендую. Уложусь в регламент. Мы, ЛДП, всегда по этим вопросам выступаем, поэтому это не просто связано с тем, что отстрачиваем выплаты долгов со стороны Абхазии. Это вот последствия нашей неправильной общей политики по финансированию регионов. Здесь у нас всегда политическая составляющая, высшей экономической. Не отдаст Абхазия этого долга и всех остальных. И будет у нас как бы больше на издевении. И мы, ЛДПР не против, исходя из безопасности южных рубежей. Но сама ставка в свое время на финансовые вливания на себя не оправдала. Грузия получила больше всех в советский период. Я там был офицером политического управления. Они гуляли всегда по Руставели, так сказать. А работали азербайджанцы, курды, армяне, греки и русские. То есть гуляла Грузия. От Сталина еще пошло. Он послабление дал. И потом Брежнев, так сказать, любил туда приезжать. Застолье всегда хорошее. Тамада. Это вот проблема. Что мы переплачивали. В пустую. То есть установка была какая. Дадим побольше. Они будут с нами. Не получилось. Разбежались. Моментально все. В декабре 1991 года. Поэтому сама установка неверная. Надо, чтобы все это было в документах. Сейчас вот сто лет революции. Слышим такие вещи, что волосы дыбом встают. У тех, у кого они есть еще. Заявляют, что Антанта пришла, так сказать, в результате происков царя или белых. Антанту пригласил Троцкий, министр войны. Военный министр. Он пригласил для формирования новой Красной Армии. А у них мыслях не было ехать в Россию. А сегодня говорят, нет, вот они, понимаете, за... Белые, в пользу белых. Они белым ничего не давали. Белые платили деньги, и они им ничего не давали. Потом, действительно, уже Троцкий отказался от них. А кто Мурманский край сдал? Председателя областного совета. Все должно быть в документах, чтобы не обманывать. Вот американцы пришли на север России. Пригласил ее первый советский руководитель Мурманского края. И они вывезли все наше добро. А это связано с тем, что мы разбазариваем страну. Сто лет уже. Вот от Мурманска в 1918 году до Абхазии в 2017 году. Сто лет мы раздаем. Берите наши деньги. Берите наши боговства. Все берите, берите. Увозите, увозите, увозите. Это может быть ошибкой. Но хотя бы правду надо говорить через сто лет. Вот сейчас мы говорим, не надо никому помогать. Уже 25 лет, я говорю здесь, бесполезно. Все равно. Если наметят они уйти из нашей страны, снова уйдут. Силой их не удержишь. Но если они будут бедными, нищими, они никуда не уйдут. Потому что энергия из России, товары из России, транспорт из России. А если мы все это им даем, и почти бесплатно, тогда у них все это есть. Их другие начинают подкармливать. И тогда мы проигрываем. У нас было 23 миллиона квадратных километров 100 лет назад. Сейчас 17. Где 6 миллионов? Три мировых войны не смогут забрать у страны столько территории. В 17-й век вернули в страну. И кто? Ельцин? Он что, не был членом руководства КПСС? Все они были там. И 111 депутатов-коммунистов голосовали за утверждение Беловецких соглашений. В нарушении закона. Съезд должен был утверждать соглашение. Нет, Верховный Совет. Скорее, 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 скорее. Сейчас мне на ушко шепчут. Да нас напугались, что скоро и Россия развается. Давайте хоть Россию сохраним. Если боитесь, надо идти в депутаты. Дома сидите, в те, кто боятся. Они испугались, а мы сегодня имеем минус 6 миллионов квадратных километров. Абхазия это не маленький пример. Это продолжение той же линии. Раздавать, раздавать. Именно Грузия, так сказать, она спровоцировала вот эти вот волнения в Закавказье. И никогда она не откажется от Абхазии. Любые вещи, что бы мы ни делали, это у них такой вот как бы... Как для нас Крым. Вот для них Абхазия, как для нас Крым. Вот только Крым всегда был русским, а Абхазия была самостоятельным царством. Опять, кто включил Абхазию в Грузию? Советская власть. Абхазия, как отдельное царство, входила в состав России. В состав Российской империи. В состав Советской Союзной. Ну, добрый Сталин, а за ним другие. Давайте, грузинам подарим. На, те, Южную Осетию берите. Абхазию берите. А сейчас вот кто разрешил войска выводить из Грузии? Зачем вывели войска? Кто помог Саакашвили прийти к власти? Шеварнадзе был? Он был ближе к России. Так наш министр национальных дел Иванов едет в Тбилиси и уговаривает Шеварнадзе не сопротивляться. Сдайте власть Саакашвили. И о, Саакашвили что там натворил. А кто его поставил у власти? Москва, Кремль. И Аджария готова была отказаться от подчинения Тбилиси. И опять мы уговариваем руководителя Аджарии сдать Аджарию Тбилиси. А потом приходят сюда товарищи из Министерства финансов или Министерства экономики. Они говорят, давайте простим, давайте отсрочим. Всё вместе. Неправильная политика. По государственному строительству, по экономике, по финансам, по международным обязательствам. Нам всем говорят, вот Америка богатая страна. Так она забирает деньги со всего мира. А мы раздаём 100 лет. В этом же наше уменьшение ресурсов. У нас много ресурсов. Царская Россия была одной из богатейших государств. Царский червонец был 100% обеспечен золотом. Нам Старчак, наверное, это подтвердит. Чтобы среди фракций КФРФ не кричали опять клевета, ложь. Царский червонец. А европейская валюта наполовину золотом обеспечена. Самая лучшая валюта в мире. А сегодня даём 70 рублей за доллар. А ему цена 60 копеек. Как установил министр финансов Зверев. Вот и надо давать им 60 копеек за доллар. Поэтому ничего Абхазия не отдаст. И Южная Осетия не отдаст. Но мы вынуждены эти регионы поддерживать. Они нам нужны. Там наши войска. Там наша безопасность. Но не надо это прикрывать, что вот там отсрочим. У них не хватает денег. У них нет денег вообще. Но можно взять землёй, апельсиновыми садами. Мало ли что-то можно найти. Опять не умеем брать. Умеем только отдавать. Вот давайте научимся брать ещё с наших территорий всё, что можно взять за счёт нашей помощи. И прекратить быть добренькими. Помогать себе. Чтобы Россия была богатая. Тогда Абхазия всегда будет с нами. Абхазия всегда будет с нами. Абхазия всегда будет с нами. Пожалуйста, Аршба Атарий Иванович. Я прошу прощения у коллег, что записался. Просто эта тема этнически мне близко. Тут очень много специалистов. Невзирая на критику со стороны Олега Анатольевича, Владимир Вольфович, как обычно, воспользовался моментом, чтобы рассказать, как устроен мир. Я уверен, что вы поддержите этот законопроект. И заранее всех вас благодарю. Спасибо всем большое. Это частный вопрос. Реставрализация долга. Всё. Забудем про это. Пожалуйста, Туров Артём Викторович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, хочу напомнить, что Абхазия на этом стратегическом направлении является нашим партнёром. У нас действует объединённая группа войск с этой страной. И, конечно, работа железной дороги и наши экономические взаимодействия очень важны в рамках этого направления. И данный документ как раз и предусматривает укрепление дружественных отношений между Россией и Абхазией, развитие взаимодействия экономического сотрудничества, как это предусмотрено в соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия. Протокор – это результат межправительственных переговоров России и Абхазии. И ратификация не влечёт необратимых экономических последствий, как сказали выступающие, а также окажет положительное влияние на финансово-экономическую ситуацию в Абхазии. Фракция «Единая Россия» просит поддержать данный законопроект и голосовать за вас. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, полномочный председатель президента, правительства, докладчик, нет, садокладчик Константин Федорович, нет. Привет. Уважаемые коллеги, ставится на голосование восьмой вопрос о проекте федерального закона, ратификация протокола номер два, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о предоставлении правительству Республики Абхазии государственного экспортного кредита от 25 декабря 2010 года. Включите режим голосования, пожалуйста. Продолжение следует... Покажите результат. Закон принят. Коллеги, мы с вами... Да, правильно говорить, Игорь Владимирович. Переходим к 21 вопросу, который стоял на фиксированное время. Насколько понимаю, докладчики здесь у нас присутствуют. 21 вопрос о проекте федерального закона, внесение в мени федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Доклады официального представителя правительства Российской Федерации, председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антона Викторовича Дроздова. Пожалуйста, Антон Викторович. Добрый день, уважаемые депутаты. Вашему вниманию представляется проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Две группы изменений, которые мы предлагаем. Первая связана с тем, что в соответствии с законом о дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей, воздушных судов, гражданской авиации, все поступившие взносы должны направляться на выплату ежемесячной доплаты для данной категории пенсионеров. Поступило на 687,2 миллиона больше. Для этого нам необходимо уточнить параметры бюджета, потому что самостоятельно мы это сделать не можем. Эти средства будут выплачены в четвертом квартале, а именно в декабре текущего года членам летных экипажей. Вторая группа изменений – это приведение этого закона в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2017 год, изменение которого мы уже приняли, и он теперь находится в Совете Федерации. В частности, уменьшены средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет фонда на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса на 317,7 миллионов рублей в связи с тем, что индексации в текущем году было меньше. Уменьшен объем трансферта пенсионному фонду на ОПС в связи с тем, что в этом году нам больше поступает доходов в связи с корректировкой фонда заработной платы. Законопроектом предлагается скорректировать объем доходов и расходов по накопительной составляющей в связи со снижением количества заявлений о распоряжении средств материнским семейным капиталом на формирование накопительной пенсии на 19,6 миллиона рублей и направить эти средства на другие направления использования средств материнского семейного капитала. Предлагается уменьшить объем средств федерального бюджета на софинансирование и формирование пенсионных накоплений на 1,2 миллиарда рублей в связи с объемом поступлений заявлений от граждан. Предлагаемые изменения позволят выполнить социальные обязательства перед пенсионерами и привести в соответствие закон о бюджете пенсионного фонда по законам о федеральном бюджете. Прошу вас поддержать принятие этого закона в первом чтении. Спасибо. Спасибо, Антон Викторович. Пожалуйста, аудитор счетной палаты Российской Федерации Владимир Семенович Катренко. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! Законопроектам предлагается в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития по фонду заработной платы увеличить доходы за счет поступлений страховых взносов на 30 миллиардов рублей и снизить на эту же сумму межбюджетные трансферты с федерального бюджета. По нашим оценкам прогноз поступления страховых взносов в законопроекте занижен. Объем их увеличится не на 30 миллиардов рублей, а более чем на 80. По оценке мы исходили из того, что за 9 месяцев 2017 года по данным Федеральной налоговой службы бюджет Пенсионного фонда уже поступило 3 триллиона 100 миллиардов рублей текущих платежей и более 95 миллиардов недоимки, образовавшейся на 1 января 2017 года, которую Пенсионный фонд передал налоговые органы. По нашей оценке, с учетом увеличения прогноза по фонду заработной платы, текущие поступления страховых взносов в четвертом квартале должны составить 1 триллион 332 миллиарда рублей, что не на 30 миллиардов, а на 87 миллиардов рублей больше объема страховых взносов, запланированных законом о бюджете на текущий год. При этом очевидно, что при расчете уточненного объема страховых взносов применен подход, направленный на то, чтобы подогнать прогнозный объем страховых взносов под размер сокращаемого на 30 миллиардов рублей межбюджетного трансферта, который учнен при внесении изменений в федеральный бюджет на 2017 год. В четвертом квартале текущего года налоговая служба продолжит мобилизацию недоимки и соберет оценочно по нашим прогнозам еще около 27 миллиардов рублей. Законопроектам также не учитывается, что в бюджете фонда на текущий год предусматривалась индексация страховой пенсии и фиксированы выплаты к ней в размере 5,8%, а фактически с 1 февраля текущего года они были проиндексированы на 5,4%. Экономия составит около 9 миллиардов. Также не учитывается экономия бюджета фонда, связанная с уменьшением прогнозного показателя прожиточного минимума пенсионера за 2016 год с 2,6% до 1,5%. По нашей оценке экономия составит около 4,5 миллиардов. На 1 октября текущего года на счетах бюджета фонда в федеральном казначействе уже остатки средств составили более 293 миллиардов рублей, что в два раза больше остатка на начало года. Мы понимаем, что в связи с поправкой к проекту федерального закона о внесении изменений в бюджет 2017 года межбюджетный трансфер к фонду на сбалансированность будет предоставляться в пределах средств, обеспечивающих текущие выплаты страховой пенсии, а также авансирование пенсии в декабре 2017 года за январь 2018. Вместе с тем параметры бюджета фонда по доходам оценочно занижены более чем на 90 миллиардов рублей. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, садоклата Радзакиевича Фарахова от комитета. Уважаемый Вячеслав Фикторович, уважаемые коллеги, вышеназванный проект федерального закона рассмотрен комитетом по бюджету и налогам. Вносимые изменения соответствуют бюджетному законодательству. Данный проект федерального закона полностью сбалансирован с одобренным Государственной Думой в трех ченях изменениями федерального бюджета 2017 года. Принятие данного проекта федерального закона обеспечит гарантированные законодательством выплаты и пенсии. Комитет рекомендует его принять в первом чтении. Спасибо. У нас с вами садоклат от комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Даниила Владимировича Бессарабова. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, комитет рассмотрел предложенный законопроект и предлагает его поддержать. И хотели бы обратить ваше внимание на два обстоятельства. Во-первых, концептуально все изменения направлены на приведение соответствия уже с принятым нами законом о большом бюджете, бюджете страны на 2017 год. И, что самое главное для нашего комитета, все установленные законом социальные обязательства и пенсионные выплаты в текущем 2017 году будут выполнены и профинансированы в полном объеме. Спасибо. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопрос от фракции. Фракция КПРФ. Смолин Олег Николаевич. Уважаемый Антон Викторович, я не котон, но карафаген должен быть разрушен. Я про возможность индексации пенсии работающим пенсионерам. Напомню еще раз, по данным Росстата, количество работающих пенсионеров за 2016 год сократилось более чем на 5 миллионов человек. По нашим расчетам, потери пенсионного фонда в результате того, что люди ушли в тень, примерно вдвое превысили экономию пенсионного фонда. Насколько нам известно, из неофициальных источников в социальном блоке правительства есть экспертные данные, общий смысл которых примерно такой же, хотя цифры чуть-чуть расходятся. Вопрос. Есть ли в пенсионном фонде данные о том, сколько мы сэкономили и сколько потеряли на этой акции в 2016 и в 2017 году? Если сейчас не можете назвать точные цифры, просьба представить эти расчеты мне, как автору законодательной инициативы на эту тему и в профильный комитет Государственной Думы. Спасибо большое. Расчеты представим. Единственная поправка, что на 5 миллионов человек не уменьшилось количество работающих пенсионеров. Это изменение связано с методикой подсчета работающих и неработающих, которая была уточнена при прохождении закона в Государственной Думе. Расчеты мы представим. Экономия есть. Спасибо. От фракции ЛДПР вопросов нет. Пожалуйста, фракция Един Россия. Романенко Роман Юрьевич. Уважаемый Антон Викторович, какой размер доплаты установлен для членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации? Не сказалось ли банкротство авиакомпании «Вимавиа» на поступление взносов в бюджет пенсионного фонда и на уменьшение размера доплаты к пенсии? Размер доплаты для членов лётных экипажей, находящихся на пенсии за счёт дополнительных взносов в среднем составляет 12 200 рублей в текущем году. И взносы увеличиваются в текущем году где-то на 8,5% в сравнении к прошлому году. И мы считаем, что это не сказалось на поступление взносов. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, «Справедливая Россия» Емельянов Михаил Васильевич. Уважаемый Антон Викторович, ну это, конечно, хорошо, что 30 миллиардов мы вроде бы как экономим для бюджета. Ещё одна палата сказала, что можно 90 миллиардов сэкономить, но это не решает фундаментальную проблему дефицита пенсионного фонда. По нашему мнению, при существующем уровне развития экономики накопительная страховая пенсионная система вообще работать не может. Как Вы считаете, неправильно принять, как говорится, мужественное решение и всё-таки вернуться к системе солидарности поколений? Иначе эта система не позволит нам свести концы с концами. Спасибо. Дело в том, что пенсионная система работает по принципу солидарности поколений. Те, кто платит взносы, это ныне работающие, а те, кто получают пенсию, это те, кто уже не работает, это наши родители. Поэтому именно страховая солидарная система обеспечивает этот размер. А что касается трансфертов из федерального бюджета, то они ежегодно уменьшаются. Спасибо. Пожалуйста, фракция КПРФ, Куринный, Алексей Владимирович. Спасибо. Уважаемый Антон Викторович, вот всё-таки прокомментируйте ситуацию с теми 90 миллиардами, которые Вы не учли сегодня в качестве доходов. Потому что этих денег вполне могло хватить и на индексацию пенсий работающим пенсионерам. А сегодня они, получается, у нас зависли. Когда будут внесены изменения, будут ли внесены, и как они будут адекватно пересекаться с федеральным бюджетом. Ну и плюс второй вопрос. В соответствии с проектом закона идёт снижение резкое софинансирование из Фонда национального благосостояния накопительной части пенсии. Подчищено миллиард 200 миллионов. У нас люди выходят из этой системы, которая очень здорово рекламировалась несколько лет назад. Начну с второго вопроса. Дело в том, что мы в мае месяце провели подсчёт реально заявлений, средств, которые были направлены на софинансирование. В смысле, граждан в виде дополнительных взносов. Мы обеспечили софинансирование. Посчитав эти заявления, поняли, что в бюджете на 1,2 миллиарда сумма присмотрена излишняя. И она была сокращена Министерством финансов. Поэтому здесь никто не пострадал. Это просто подфакт, что называется. Что касается самой системы, то люди продолжают платить. Конечно, в меньшем объёме, порядка миллиона человек. Но эта программа действует, и в неё ещё можно войти. И софинансирование осуществляется. Что касается 90-30 миллиардов, то действительно прогноз был подсчитан консервативно. Это консолидированная позиция налоговой службы и Минфина. Ну, скорее всего, действительно будет больше, насколько мы не знаем. Но дело в том, что нам в январе месяце нужно авансировать пенсии, их индексировать. И для того, чтобы как-то это учесть, в закон о федеральном бюджете, который был принят недавно Госдумой, внесена статья, что правительство мониторит поступление взносов. И в случае, если оно превысит объём, учтённый в бюджете, это 30 миллиардов рублей, то они нам этот трансфер не предоставят в декабре месяце, и он останется у Министерства финансов на другие цели. Спасибо. Пожалуйста, у нас в фракции ЛДПР вопросов нет. Что значит работа в рамках комитета? Присядь комитета, организовал обсуждение самоорганизации высокой поведения, Сергей Владимирович, пожалуйста, Иванов. Вы что-то семафорите. Что вы хотели сказать? Всё, не надо. Ага, понятно. Значит, пожалуйста, фракция «Единая Россия» Гусева, Ирина Михайловна. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемый Антон Викторович, вы сейчас, отвечая на вопрос одного из наших коллег, как рассказали о том, что сокращаются трансферты из федерального бюджета, фракция «Единая Россия» очень обеспокоена в связи с тем, что сокращаются эти трансферты на обязательное пенсионное страхование. Скажите, достаточно ли будет средств пенсионного фонда Российской Федерации на авансирование выплаты страховых пенсий января 2018 года с учётом индексации 1 января 2018 года на 3,7%. Спасибо. 30 миллиардов рублей – это консервативный прогноз. он и обеспечивает тот баланс, позволяющий нам снизить риски недофинансирования пенсии января месяца. Они будут профинансированы в полном объёме. Пожалуйста, фракция «Справедливая Россия» Газаев. Валерий Георгиевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемый Антон Викторович, ввиду ограниченности бюджетных ресурсов и возможностей пенсионного фонда в очередной раз отказана в индексации пенсии работающим пенсионерам. При этом из-за применения регрессивной шкалы отчисления в пенсионный фонд ежегодно недособирается около 60 миллиардов рублей. Почему вы категорически отрицаете возможность перехода на плоскую шкалу, в том числе через уменьшение ставки с целью уменьшения нагрузки на бизнес? Спасибо. Дело в том, что плоская шкала приведёт к тому, что если мы уберём потолок, то мы вынуждены будем через несколько лет платить большие пенсии богатым. И это существенно разбалансирует пенсионный фонд. Если говорить о плоской шкале, то он приведёт к перераспределению средств внутри и, собственно, ничего не даст пенсионному фонду с точки зрения доходов. Этот вопрос рассматривался, и правительство пока не нашло решения по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас вопросы все прозвучали. Выступление от фракции. Пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич, фракция КПРФ. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, учитывая дефицит времени, хотелось бы сакцентировать на трёх вопросах коротко. Да, три минуты хватит. Первый вопрос. Мы настаивали и настаиваем на том, что всё же система, когда работающие пенсионеры ущемляются в заработанной пенсии, она в корне неправильная. Почему? Человек отдал все свои жизненные силы и по закону заработал себе пенсию. У него есть здоровье, он идёт работать. Работая, он формирует дополнительное к тому, что он уже отдал. Но по какой-то причине наша пенсионная система, в принципе, лишает человека заработанное. Это первое. Ещё более несправедливым является неиндексирование заработанных пенсионных накоплений. Причём в условиях экономии, как вы слышите. Второй момент, на котором хотелось бы обратить внимание. Вот здесь многие наши коллеги, может, не до конца разобравшись, зачастую выступают о каких-то излишней численности пенсионного фонда. Я вам всем напоминаю, что пенсионный фонд, кроме своей основной задачи, при отсутствии закона о фондах, который находится в правительстве 20 лет, в результате работники не имеют должных гарантий, не имеют должной зарплаты, с моей точки зрения, но имеют 6 дополнительных задач. Вот это надо учитывать. И вот когда вы выступаете с критикой, ну, как минимум, надо изучать, чем, кто занимается, за что отвечает и за что получает. И третье. С моей точки зрения, вот мы с вами не все здесь представляем, что у нас не только лётные экипажи, а у нас и шахтёры, и ряд других категорий имеют дополнительные прибавки к пенсиям, которые, с моей точки зрения, вот нынешние ситуации несколько искривляют, и без того не очень справедливую пенсионную систему. Вот с этой трибуны я много раз говорил, негосударственные пенсионные фонды, они последуют за банками. Я был прав. Было 146, осталось там 30 с небольшим. Понимаете? А я вас спрашиваю, а гроши где? Больше 200 миллиардов швек, и людей тех уже нет. Поэтому мне кажется, что здесь нам с вами надо более объективно подходить к этой ситуации и рассматриваю, вот вчера поправки были 70 миллиардов, 90 миллиардов экономия, а поправку 70 миллиардов на неработающих пенсионеров не принимаем. Вот мне вот это непонятно. Именно поэтому мы не голосуем за этот закон, потому что считаем, что надо более объективно подходить. А вот правительству здесь Синенко присутствует, всё же надо ускорить принятие закона о фондах в Российской Федерации. Он у вас 20 лет, вот здесь Владимир Вольфович говорил о 2009-м, это 20 лет закону. Он, безусловно, уже 10 раз должен быть переделан. Спасибо. ЛДПР. Нилов Ярослав Евгеньевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, прежде всего я хочу напомнить, что две недели назад здесь в Госдуме мы рассматривали бюджет фонда на 2018-е и последующие года. И многие вопросы, которые здесь сегодня были подняты, они уже были обсуждены, ответы были получены. Это раз. Второе. Вчера на совете Думы, когда рассматривался особый порядок рассмотрения этого вопроса, насколько я помню, была общая договоренность и понимание, что да, мы никого не сдерживаем, но при этом имеем в виду состоявшиеся обсуждения в комитетах, состоявшиеся обсуждения во фракциях, внесенные поправки и самое главное смысл самого проекта закона – корректировка параметров бюджета пенсионного фонда 2017-го года. Мы, конечно, можем, используя возможность говорить в общем о проблемах пенсионной системы, это будет бесконечно, всегда эти проблемы будут, но, по-моему, мы договорились сократить дискуссию для того, чтобы сегодня больше 30 законов, которые есть на принятие в повестке, чтобы они были максимально рассмотрены. А это вопросы контроля за движением лекарственными средствами, вопросы, связанные с пассажирскими перевозками, это запрет порошкообразного спирта, вопросы снаряжения патронов, которые ждут охотники уже давно от нас и так далее. Но вот мы, затягивая дискуссию, сами не даем возможность быстрее рассмотреть эти вопросы. Теперь по сути законопро... да, кстати, и по вопросу доклада от комитета. Вот комитет по труду и социальной политике свой доклад уложил в меньше, чем в одну минуту, о чем мы также и договорились на совете. ЛДПР поддерживать не будет эту инициативу законодательную, мы не поддерживали бюджет 2017-го года, мы не поддерживали отчет за 2016-й год, и мы не хотим поддерживать корректировки. Нас в целом не устраивает то, что сегодня творится в пенсионной системе, об этом мы уже говорили, я ради экономии времени не буду заострять внимание, и поэтому ЛДПР, как фракция высокой политической культуры, выдерживая те призывы и те выводы, которые можно было вчера сделать из состоявшейся дискуссии на совете, вопросов не задавала. Вопросов у нас нету, ответы нам все понятны заранее, и поддержки с нашей стороны тоже этой инициативы не будет. Спасибо. Единая Россия, пожалуйста, Павла Ульга Ивановна. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция Единая Россия будет голосовать за принятие законопроекта в первом чтении, поскольку предлагаемые сегодня изменения и корректировки носят положительный характер. И их необходимо поддержать. Мы считаем, что это реальный шаг к увеличению пенсий и улучшению уровня жизни наших граждан. Уважаемые коллеги, учитывая, что заявленные социальные обязательства, взятые на себя государством, будут выполнены, предлагаю поддержать данный законопроект. Павла Ульга Ивановна, пожалуйста, Николаев Олег Алексеевич, Справедливая Россия. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция Справедливая Россия не будет поддерживать данный законопроект. Мы также, как и фракция ЛДПР, исходим из нашей поступательной позиции. Мы также не поддерживали бюджет 2017 года. И у нас есть фундаментальные претензии вообще ко всей пенсионной системе, которая на сегодняшний день функционирует в Российской Федерации. Некоторые из них были обозначены в вопросах депутатов фракции Справедливой России. А если, в общем, очень коротко сакцетировать на тех проблемах, это те вещи, о которых много раз представители фракции говорили с этой трибуны. Прежде всего, это размер самих пенсионных выплат, которые, конечно же, существенно ниже, чем во многих странах. Если сравнить, например, с тем же Китаем, где где-то в 15% больше пенсионной выплаты, при этом, кстати, плоская шкала в 11% обеспечивает наполнение пенсионного фонда для того, чтобы обеспечить все выплаты и индексировать соответственно все соответствующие выплаты. Та же самая уже говорилась о том ситуации с работающими пенсионерами. На наш взгляд, эти люди вносят существенный вклад, в том числе, в ту экономию, о которой сегодня говорится в данном законопроекте. И игнорировать этих людей уже много лет ни в коем случае нельзя, и поддерживать такой подход тоже мы не можем. Ситуация в 2016 году, когда не была прииндексирована должным образом пенсия. Мой коллега Гартун прямо здесь проводил с этой трибуны расчеты, люди теряют в итоге в 2017-м и далее годах более 10 тысяч рублей в год. Вот исходя из вот этих подходов, исходя из вот таких убеждений и позиции справедливой России по данному законопроекту против. Спасибо. Спасибо. Коллеги, заключительное слово представителю правительства Российской Федерации Антона Викторовича Дроздова. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, Фарахову Арату Закеевичу возможность нет. Полномочный представитель президента правительства нет. Ставится на голосование 21 вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Включите режим голосования. Покажите результат. Коллеги, законопроект первом чтении принят. Переходим к девятому вопросу. Это блок вопросов, рассматриваемый во втором чтении о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 7 федерального закона, внесение изменений в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники предусвления наличных денежных расчётов или расчётов с использованием платёжных карт и отдельных законодательных актов Российской Федерации. Доклад Андрея Михайловича Макарова. Пожалуйста, Андрей Михайлович. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Чтобы сэкономить время, я скажу, что два следующих закона полностью связаны между собой и связаны с выполнением поручения президента, данным на основе встречи с малым бизнесом по переносу срока обязательного использования контрольно-кассовой техники и по предоставлению вычета контрольно-кассовой техники. Одновременно мы решаем вопрос в одном из этих законов, соответственно, о том, чтобы дефлятор не мог увеличивать налоговую нагрузку больше, чем на инфляцию. Есть таблицы поправок, принятых отклоненок, я предложил перейти к ним. Спасибо. Андрей Михайлович, уважаемые коллеги, по таблице поправок номер один, предложенная комитетом, ответственным к принятию, есть замечания, вопросы? Нет. Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер один, предложенная ответственным комитетом к принятию. Просьба включить режим голосования. Таблица поправок номер один, предложенная профильным комитетом к принятию, принимается. Ставится на голосование девятый вопрос. В нашей повестке о проекте федерального закона, внесение мнения в статью 7 федерального закона, внесение мнения в федеральный закон о применении контрольной кассовой техники, пришление наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт и отдельных законодательных актов Российской Федерации. Включите режим голосования. Во втором чтении рассматривается законопроект. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принят. Десятый вопрос рассматривается. Проект федерального закона, внесение мнения в часть 2-ю налогового кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, Андрей Михайлович Макаров. Спасибо, коллеги. Мне кажется, я дал уже достаточно полное объяснение обоих законов, они дополняют друг друга, поэтому просто предложил бы сразу перейти к голосованию таблицы поправок. Коллеги, по таблице поправок номер 1 есть замечания? Предложения? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 1, предложенная профильным комитетом к принятию. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Таблица поправок номер 1 принята. Коллеги, по таблице поправок номер 2, предложенная ответственным комитетом к отклонению, вижу руку Катасонова, нашего коллеги, включите запись на вопросы. Покажите список. Катасонов Сергей Михайлович, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, прошу вынести на отдельное голосование три блока. 9-15, первый блок, второй 16 и третий 17. Четыре поправки. 9-15, 16 и 17. У вас будет выступление по первым двум, да? Да. 9-15 и потом отдельно по каждой. Хорошо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование таблиц поправок номер 2, предложенный ответственным комитетом к отклонению, за исключением поправок 9, 15, 16 и 17. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается таблица поправок номер 2, предложенная ответственным комитетом к отклонению, за исключением 9, 15, 16 и 17. Пожалуйста, по 9-й... Один по всем докладу. Не, один по всем. Один по всем. Пожалуйста, Сергей Михайлович Катасонов, по 9-й, 15, 16 и 17 поправкам. Уважаемые коллеги, я напомню, тема, которая поднимается в данном законопроекте, это вопрос контрольно-кассовой техники. Мы этот вопрос рассматривали еще весной и тогда говорили о том, что какие суммы подлежат вычету, где взять эти средства, как будут субъекты решать и так далее. Вот те поправки, которые я сегодня вынес на отдельное голосование, они как раз, на мой взгляд, могли решить этот вопрос. Значит, поправки 9 и 15. Значит, здесь речь ведет о том, что те виды, которые не имели обязательной, скажем так, формулировки и имели контрольную кассовую технику, все-таки, тем не менее, приобретали для того, чтобы решать по собственному разумению, что им она нужна. У нас предложение, что с учетом того, что по данным налоговой инспекции, никаких дополнительных доходов в бюджет от введения вот этого фискального чека не планируется. Это вопрос контроля, вопрос как бы дополнительной информации, причем он хранится вообще будет в операторах, у операторов фискальных данных. Предложение такое. Те индивидуальные предприниматели, которые приобрели эту технику и срок жизни ее не истек, значит, разрешить им работать, доработать до окончания срока технического, который указан в паспорте контрольной кассовой техники. Спасибо. Значит, следующее, раз я по всем сразу выступлю, шестнадцатая поправка. Она касается того, что мы даем вычет сегодня для спецрежимов для использования контрольной кассовой техники в размере 18 тысяч рублей. Соответственно, появляются выпадающие доходы для субъектов. Соответственно, я предлагаю предусмотреть в законе формулировку о том, что компенсация выпадающих доходов будет из федерального бюджета, так как эта, скажем так, идея пришла в голову налоговой инспекции. И поправка номер 17. Значит, поправка номер 17 – это коэффициент дефлятор. Напомню, что в прошлом году, когда Министерство экономики решило очень сильно увеличить вот этот коэффициент, мы с вами забрали право у Минека и оформили этот коэффициент законом, хотя он оформляется, как бы все коэффициенты по разным налогам для налогового кодекса, они приказом Минека оформляются. Значит, сегодня мы от этой практики отказываемся и опять возвращаем, надеясь на то, что, может быть, у них там более здравые люди появились в управлении Минека. Тем не менее, я думаю, что было бы нормально с учетом того, что в законе это есть, сегодня установить коэффициент дефлятор на уровне прошлого года, на 2018 год, а на 2019 проиндексировать на 4%, в законе это прописать и спокойно, чтобы люди на местах увидели, что мы поддерживаем малый бизнес. Спасибо. 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 Пожалуйста, Андрей Михайлович. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопросы все понятны, как бы, на что хотелось бы в этой связи обратить внимание. Что вопросы компенсации бюджетом – это вопрос, конечно, не налогового кодекса, куда вносится из меня, а вопросы бюджета непосредственно. Причем, поскольку мы переносим срок внедрения, то естественные выпадающие доходы у нас тоже переносятся. Поэтому это не предмет сегодняшнего дня. Стоимость контрольно-кассовой техники, которая была установлена, была установлена как средняя стоимость кассовой техники, потому что есть дешевле, соответственно, тех 18 тысяч, которые установлены, есть дороже, но это право лица, которое их приобретает. При этом сразу скажу, что в законе мы пошли значительно дальше. Мы дополнили, что эти средства идут и на выполнение сопутствующих услуг и работ. Поэтому в данном случае этот вопрос также решен. Что касается дефлятора, я уже об этом говорил, мы не отбирали у Миннека право. Просто когда дефлятор превысил разумные все нормы, когда была высокая инфляция по 2014 году, мы установили ее законом. Естественно, дефлятор должен применять Миннек, но мы написали в проекте постановления к этому закону, что дефлятор не может превышать инфляцию. То есть дефлятор, а это ЕНВД касается, он не может превышать инфляцию. Кстати, 4% устанавливать, наверное, было бы неправильно, потому что мы видим, что в этом году инфляция, скорее всего, будет меньше. Поэтому 4% – это, наоборот, увеличение нагрузки. Поэтому комитет предложил отклонить данные поправки. Спасибо. Коллеги, ставится на голосование поправка номер 9 из таблицы номер 2. Комитет против. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется поправка номер 9. Ставится на голосование 15 поправка из таблицы номер 2. Комитет против. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется поправка номер 15 из таблицы номер 2. Ставится на голосование поправка номер 16 из таблицы номер 2. Комитет против. Включите режим голосования. Покажите результат. Отклоняется поправка номер 16 из таблицы номер 2. Ставится на голосование поправка номер 17 из таблицы номер 2 отклоненных поправок. Комитет против. Покажите результат. Отклоняется поправка номер 17 из таблицы номер 2 отклоненных поправок. Коллеги, ставится на голосование 10 вопрос нашей повестки о проекте федерального закона. Неси не менее в часть 2 налогового кодекса Российской Федерации во втором чтении голосования за федеральный закон. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон о проекте во втором чтении принят единогласно. Коллеги, переходим к 11 вопросу о проекте федерального закона, внесении в менее бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Доклад Андрея Михайловича Макарова. Спасибо, уважаемый Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, буду предельно краток. Необходимость данных поправок понадобилась в первую очередь для того, чтобы реализовать решения президента, которые были им приняты уже после рассмотрения бюджета 2017 года. О чём идёт речь? О дополнительных кредитах наиболее закредитованным регионам. Надо обеспечить возможность дать их в этом году, чтобы они попали в реструктуризацию. Сегодня этот вопрос будет рассматривать уже наша трёхсторонняя комиссия в рамках бюджета 2018 года. Этот закон даёт базу для этого рассмотрения. Важнейший вопрос, о котором мы говорили, что делать, если вдруг какие-то соглашения, пункты соглашения с Минфином не выполнены регионами. Мы поднимаем уровень принятия решения в этом случае от Минфина, который принимал решение, на уровень правительства. Это важнейшие поправки. Переносится остатки средств ЦИК на выборы президента 2017 года на 2018 год. Выборы президента в 2018 году остаток средств переносится. И очень важным решением это то, что, сразу хочу сказать, вот та работа, которая была проведена Государственной Думы по указанию Вячеслава Викторовича, это вопросы, связанные с Сахалином. Нам удалось достичь договорённости с правительством по поводу того, что средства не менее 50% будут возвращены Сахалину в виде субсидий. Это предмет бюджета 2018 года. Решение это принято. Решение согласованного, то, что давал поручение Вячеслава Викторовича, и с законодательным собранием Сахалина, и с губернатором Сахалина, они отозвали свои письма о том, что они не поддерживают бюджет. Поэтому и этот вопрос тоже очень важный решённый. И последняя поправка – это большая гибкость в отношении следующего года. Мы обеспечиваем не снижение суммы межбюджетных трансфертов, но считаем, что детальное распределение по региону должно быть сделано Государственной Думой уже в следующем году на основании всех данных, которые будут в следующем году. Вот смысл тех поправок, которые добавляются в законопроект. Спасибо. Прошу поддержать. Уважаемые коллеги, по таблице поправок номер 1, предложенной профильным комитетом к принятию, есть замечания, вопросы? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 1, предложенной профильным комитетом к принятию. Просьте включить режим голосования. Покажите результат, пожалуйста. Принимается таблица поправок номер 1, предложенная профильным комитетом к принятию. Пожалуйста, ставится на голосование 11 вопрос о проекте федерального закона, внесение изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации, второе чтение, включите режим голосования. У нас только таблица была к принятию номер 1, одна. Поэтому, пожалуйста, мы с ним договорились. Мы договорились с ним по снятию. Покажите результат. Закон о проекте во втором чтении принят под номером 11. Пожалуйста, Андрей Михайлович Макаров. Спасибо, уважаемые вячеславыки, спасибо, уважаемые коллеги. Три очень важные закона, 9, 10 и 11. Они очень нужны, и поэтому комитет просит включить их рассмотрение в третьем чтении на 15 число. Спасибо. Спасибо, Андрей Михайлович. Спасибо. Уважаемые коллеги, по ведению Синенко Александр Юрьевич, пожалуйста, полномочный председатель правительства. Да, коллеги, в целях оптимизации сегодняшнего порядка работы предлагаю 23-й вопрос перенести на 16 ноября, это первое чтение правительственного законопроекта. Спасибо. Коллеги, нет возражений? Нет возражений. Принимается. Уважаемые коллеги, прежде чем мы с вами уйдём на перерыв, в рамках которого планируется с руководителями фракции и председателями комитетов, обсудить вопрос, связанный с ответными действиями с нашей стороны по защите, с одной стороны, свобод, в первую очередь, свободы слова. С другой стороны, уважаемые коллеги, нам необходимо симметрично ответить на те шаги, которые конгрессмены сделали в отношении наших СМИ, «Раштудэй Америка» и агентства «Спутник». В этой связи мы с вами договорились, в течение часа будет перерыв. Но прежде чем мы уйдём на перерыв, коллеги, давайте мы поздравим с праздником, днём сотрудника органов внутренних дел, всех тех, кто сегодня несёт службу, носит погоны, кто защищает правопорядок, поддерживает мир, согласие в нашем обществе. И, коллеги, если вы не возражаете, зачитаю вам список. Брыкин, Николай Гаврилович, Булаевнов, Вадим Евгеньевич, Вострецов, Сергей Алексеевич, Газаев, Валерий Георгиевич, Ганеев, Фарид Влюсович, Делимханов, Адам Султанович, Иванов, Максим Анатольевич, Коровников, Александр Венедиктович, Косиненко, Евгений Викторович, Курдюмов, Александр Борисович, Макаров, Андрей Михайлович, Марданшин, Рафаэль Мирхатимович, Перминов, Дмитрий Сергеевич, Хасанов, Мурат Русланович, Черкасов, Кирилл Игоревич, Швыткин, Юрий Николаевич, Шхагошев, Адальбилюлевич, Карелин, Александр Александрович, Старшинов, Михаил Евгеньевич, Чепиков, Сергей Владимирович. Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это те, кто в своей жизни имел отношение к службе органов внутренних дел. Коллеги, объявляется перерыв до 13.00.